Глава 129. И до ныне немало противников того, что в спорте была эпоха Регуле. Обратимся к фактам. На последней странице книги «Сильнейший человек мира Регуле», подаренной мне Шарлем Регуле, сведены в таблицу все его рекордные достижения. Рывок правой – 122 килограмма. Рывок левой – 113 килограммов. Рывок двумя руками – 145 килограммов. Толчок двумя руками – 186 килограммов. 1200 килограммов – поднятый на плечах со станка. Кроме того, он единственный атлет, который постоянно толкал ось Аполлона – 166 килограммов, и ее же, но нагруженную до 172 килограммов. Результат в толчке двумя руками по нынешней системе, в прошлом французской. Основной показатель силы был превзойден Норбертом Шеманский лишь в 1954 году. Итак, этот рекорд абсолютной силы принадлежит Регуле без малого четверть века, а с ним и титул – самый сильный человек в мире. Никто четверть века, а это время историческая наука определяет как жизнь одного поколения, не был в состоянии осилить толчок двумя руками Шарля Регуле. На жизнь целого поколения – рекорд. Теперь обратимся к мнениям современников. Французы могли быть пристрастными. Но что писали наши газеты и журналы? Год 1928. Отрывок из статьи «Тренировка лучшего французского тяжелоатлета Регуле», опубликованный журналом «Физкультура и спорт». Повысил ли Регуле свои рекорды в результате систематически проводимой им вышеописанной тренировки? Да, толкнул двумя руками – 176,5 килограммов. Тренируется он в высшей степени целесообразно, не изнуряя себя на тренировках и сберегая энергию к соревнованиям. Полная противоположность нашим атлетам. Регуле еще молод, ему сейчас только 24 года, и нет никакого сомнения в том, что ему удастся побить не только мировые рекорды по французской системе, но даже превысить абсолютный мировой рекорд толкания двумя руками – 190,7 кило, который установлен был в Лейпциге австрийским веркулесом Карлом Свобода еще в 1912 году. Этот немыслимый вес был взят в два темпа, а не в один, как требуется. Этот рекорд Свободы не имеет документальных подтверждений. Известность Регуле такова, что кинофирма «Гомон» засняла все его движения со штангой и гантелями и демонстрировала фильм по городам Франции. Итак, уже в 1928 году Регуле обладал высшим достижением в толчке двумя руками – 176,5 килограммов. Эту штангу он толкнул по современным правилам в один темп, а не в два, как толкал когда-то Карл Свобода. Следовательно, уже в 1928 году Регуле по праву принадлежит титул «Самый сильный человек». Это факт. Позже господин «Самый сильный» доводит результат в толчке до 182,5 и, наконец, до 186 килограммов. На Олимпийских играх 1928 года в Амстердаме лучшие результаты в толчке у атлетов тяжелого веса «Лухайера» и «Скоблы» – 150 килограммов, соответственно, серебряного и бронзового призеров. А в то время результат Регуле уже 176,5 килограммов. Разница сокрушительная. На Олимпийских играх 1932 года в Лос-Анджелесе лучший результат у победителя в тяжелом весе «Чехоскоблы» – 152,5 килограмма. У Регуле в ту пору – 185 килограммов. На Олимпийских играх 1936 года побеждает немец Мангер, но лучший результат в толчке у эстонца Лухайера – 165 килограммов. Регуле со своими 185 килограммами недосягаем. Примечание. Сообщение о данных результатах есть в биографической книге о Регуле, но не указано ни время, ни место соревнования. Уточнить же данные по французским архивам не представилось возможности. В поездке было наотрез отказано министром внутренних дел Щелоковым. Конец примечания. С 1937 года организуются постоянные первенства мира, и вплоть до 1954 года все атлеты из первых уступают в высшей силе Регуле. А как же современники? Вот статья жермунского «Шарль Регуле», напечатанная нашим журналом «Физкультура и спорт» в 1938 году. За «Шарлем Регуле», популярнейшим французским тяжелоатлетом, многократным чемпионом мира и мировым рекордсменом по штанге, прочно утвердилась репутация сильнейшего человека мира. Этой репутацией «Шарль Регуле», или попросту «Шарле», как его принято называть во французских спортивных кругах, обязан своему подавляющему преимуществу над всеми мировыми гиревиками на протяжении длительного периода лет, начиная с 1924 года, когда он завоевал абсолютное первенство по штанге на парижских Олимпийских играх. Вплоть до 1933 года, когда он выбыл из строя из-за тяжелой инфекционной болезни. Примечание. Ошибочное утверждение. Абсолютное первенство завоевал итальянец Тонани, 517,5 килограммов, олимпийский чемпион в тяжелом весе. Второй результат был атлета тяжелого веса серебряного призера, австрийца Айгнера, 515 килограммов, и лишь третий у атлета среднего веса Ригуле, 502,5 килограмма. Соревнования проходили по принципу пятиборья, включавшего рывок и толчок двумя руками, рывок и толчок одной рукой. В полутяжелой весовой категории не существовало. Конец примечаний. В чем секрет выдающихся спортивных успехов Ригуле, создавших ему мировую славу? Одним из основных преимуществ популярного французского атлета-профессионала являются его колоссальные физические данные. По сведениям французского спортивного журнала, измерения Ригуле в возрасте 32 лет сводились к следующему. Рост 1,74 м, вес 103 кг, объем груди 1,32 м, талия 97 см, шея 47 см, предплечье 39 см, бицепс 47 см, бедро 70 см, икра 47 см, спирометрия 7 см. При столь мощных формах мускулатура мирового рекордсмена, в отличие от многих профессионалов-атлетов, не гипертрофирована. По сведениям французской прессы, большой физической силой отличались отец и дед Шарля по профессии мясники. Сам Ригуле еще в детстве прослыл выдающимся силачом не только среди сверстников, но и среди значительно более старших по возрасту ребят. В не меньшей, если не большей степени, чем своей силе, обязан Ригуле своими спортивными успехами неизменно прекрасному состоянию здоровья. По данным, осматривавшего его в 1936 году французского врача, специалиста по вопросам физической культуры Пьера Шевелье, у Ригуле не обнаружено никаких признаков расширения сердца, склероза и тому подобных болезней. Пульс у него прекрасный, ровный, 60 ударов в минуту в покое и до 200 ударов в минуту после больших физических усилий. Причем он чрезвычайно быстро восстанавливается. Легкие, печень, селезенка Ригуле в прекрасном состоянии. Кожа также вполне нормальна. Нервная система безукоризненна. Атлет обладает хорошим, непреувеличенным рефлексом, спокойным, крепким сном, ровным характером. Сохранил все зубы. Выдающаяся физическая сила и безукоризненно здоровый организм Ригуле явились фактором не только его спортивных достижений, но и большой сопротивляемости организма, что ярко проявилось, когда он в возрасте 29 лет впервые в своей жизни тяжело заболел менингитом, сопровождавшимся тифом. Могучий организм атлета позволил ему не только перенести болезнь, имеющую обычно у взрослых смертельный исход, но и успешно ликвидировать почти неизбежные тяжелые последствия менингита, мозговые явления и тому подобное. В результате через год после начала болезни Ригуле был уже совершенно здоров и мог вернуться к спорту. Сам Ригуле любит цитировать парадокс, сказанный ему после осмотра известным французским врачом. Ваш организм так безукоризненно нормален, что это почти ненормально. Ригуле ведет нормальный здоровый образ жизни, хотя и не следует какому-либо специальному режиму. Питается он обычно умеренно, не перегружая свой организм большим количеством тяжелой пищи. Только в период большой затраты физических сил атлет переходит на более обильное питание со значительным удельным весом мясной пищи. В области специального спортивного режима Ригуле всегда следует мудрому правилу никогда не перетренироваться. Регулярно работает он только с гирями и более или менее регулярно занимается ходьбой, бегом, прыжками. Уже после своего перехода в ряды профессионалов, работая как тяжелоатлет в цирке, Ригуле продолжал регулярно упражняться по одному часу в день с гирями и штангой, поднимая в общей сложности около 1235 килограммов. В период же предшествовавший наиболее ответственным своим выступлением Ригуле усиливал нагрузку, доводя общий вес поднимаемой тяжести до 3000 килограммов. Учитывая свойственные Ригуле быстроту и спортивную злость, понятны такие его феноменальные достижения, как рывок правой – 116 килограммов, рывок двумя – 140 килограммов, толчок двумя – 182,5 килограмма. В последние годы Ригуле заинтересовался вольно-американской борьбой и после первых своих весьма быстрых успехов в этом виде спорта перешел в ряды профессиональных борцов. Но его основное спортивное призвание – работа со штангой, в которой он, думается, еще далеко не сказал своего последнего слова. Таким образом, в глазах современников Ригуле – атлет легендарной силы. Ими, а не нами, ему безоговорочно отдан титул «Самый сильный человек в мире». Ригуле выступал в пору, когда отсутствовали правильно чередующиеся чемпионаты мира. Лишь неукоснительно следовали раз в четыре года олимпийские турниры и отчасти первенство Европы. Уход в профессионалы представлялся единственно разумным. Другого способа добывать средства и заниматься любимым спортом не существовало. Поэтому успехи Ригуле не фиксировались в качестве официальных мировых рекордов и, как таковые, не значатся в официальной истории спорта. Ригуле – атлет совершенно особого типа. При весьма скромном собственном весе 95-103 килограмма он выдает рекорды, которые держатся четверть века. А ведь их атаковали атлеты, собственный вес которых, как правило, превышал вес Ригуле на 50-70 килограммов. Лучшие атлеты-чемпионы ушли, так и не одолев килограммы Шарля. И среди них черный Аполлон Дэвис. Этот замечательный американский атлет умер в 1984 году в возрасте 63 лет. Почти долгожитель среди атлетов. Я включился в большую игру 9 марта 1957 года, установив рекорд СССР в толчковом упражнении 183,2 килограмма и 18 марта 184,4 килограмма. А 29 апреля достал рекорд СССР в рывке 144,5 килограмма. Эти рекорды подхлестнули двух наших фаворитов силы Алексея Медведева и Евгения Новикова. Они в том же году перекрыли мои рекорды, перевалив на конец и за высшее достижение Ригуле в толчке двумя руками 186 килограммов и рывке 145 килограммов. Это стало возможным только в 1957 году. Дистанция огромного размера. Ни одному атлету нового времени не удавалось так решительно опередить время, как Шарлё. Примечание. Антропометрические данные Ригуле по разным источникам крайне противоречивым. Кажется, каждый изменяет их произвольно. Даже на разных страницах биографии Ригуле, проверенной им же, эти данные различны. Весьма отличаются и цифры, приведенные энциклопедией Де Ноэля. Вообще, антропометрические данные очень условно свидетельствуют о силе. Действительно важную роль играют лишь собственный вес и рост. Конец примечания. Факты утверждают. История тяжелой атлетики, история высшей силы знали славную эпоху Ригуле. Это десятилетия поединков, турниров, чемпионатов, встреч, соревнований, в которых властвовала сила Ригуле. Никто столь долго не слыл хозяинам высшего проявления силы, тяжести, поднятой на вытянутые руки согласно всем нынешним правилам и публично, а не где-то у себя в зале на тренировке.